Аллилуйя! Приветствую вас, друзья! Слава Богу! Третья часть, вот в рамках подготовки к следующей волне, о которой говорил Господь. И третий совет, который я получил в свой дух, для того, чтобы передать всем, кто будет слушать, он таков. То есть, первый – это развивать упование на Бога. Второй – это сеяние, милосердие, стратегическое семя. То есть, то, чтобы попав в следующую волну, не оказалось, что наше упование на Бога слишком слабое, мы больше надеялись на себя. Или то, что мы ничего не запасали, ничего не вкладывали, и в итоге нам нечем питаться. Вспомните Иосифа, вспомните Египет, вспомните голод и вспомните этот стратегический запас хлеба, который он делал. Вот это об этом. Сегодня утром, общаясь с одним братом во Христе, знаете, такие мысли были, что день Господень, он великий и страшный. И эти потрясения, эти волны, которые накатываются на мир, они одновременно и великие, и страшные. Но мы можем в них видеть только страшное что-то, и тогда эта волна будет придавливать и прибивать нас к земле. Или же мы можем видеть в них что-то великое, и тогда эта волна будет поднимать нас вверх, на те сферы, на те уровни, в те глубины, высоты, которые были нам недосягаемы, когда был штиль. Поэтому давайте готовиться к этой волне, чтобы эта волна для нас была не страшным потрясением, не страшной скорбью, но великим днем, великим днем, когда, знаете, как ковчег, его воды потопа подняли над землей. То есть, что не было в ковчеге, утонуло. Поэтому давайте строить ковчег сейчас, готовиться к этой волне. И третий совет, который я верю, на что надо обратить сейчас внимание, и чем заняться нам, это строить крепкие связи, крепкие отношения. И большой акцент, я чувствую, поставить все-таки на, понятно, на тех, кто рядом, если вы в одной общине, безусловно, но у вас и так должны быть крепкие отношения, если вы вместе, вот по местной общине. Я говорю сейчас о виртуальных отношениях, о виртуальных вот этих взаимоскрепляющих связях. И их надо сейчас укрепить, потому что, видите, как получилась изоляция, возможности собраний нет. Все сидят по домам. И что делать? Люди шли в интернет, люди общались через социальные сети, через какие-то приложения, программы, чтобы не потерять друг друга, чтобы были взаимоотношения. Я так порадовался, что пастора-служители все освоили онлайн, постоянные трансляции. У меня есть в телефоне, ну, в Инстаграме, в других соцсетях многие пастора. Я вижу, они постоянные онлайны, постоянные выходы в эфир. Класс, это здорово, что когда-то, знаете, мне мой отец Рэба Юзык, а он намного более продвинутый в этом плане, чем я, он сказал такую поруческую, ну, фразу. Он сказал, бонзай, интернет пронзай. И я понял, это не шутка, это не прикол. Действительно, нам нужно эту сферу тоже брать. И о чем я хочу сказать, что, конечно, интернет очень ненадежная сегодня сфера. И, ну, представьте, выключили свет, интернета нет. Издали какой-то указ, обрезали, интернета нет. То есть, сегодня можно, конечно же, сказать, ну, смысл, это связи не настоящие, эти связи не серьезные. Но посмотрите, те, кто сейчас слушает этот ролик, вы это делаете через виртуальную эфир, через виртуальную сферу. И сегодня я вижу, что через виртуальную сферу в тысячи раз больше идет пищи, ну, вот этих вот, этого Божьей работы, чем через поместные. Хотя поместные намного, конечно, их нельзя заменить. Поместную церковь не заменит виртуальная. Но реальность такова, что многие люди сегодня находятся без поместной церкви. И единственное место, где они общаются друг с другом, это вот виртуальный мир, так сказать. Поэтому совет какой? Во-первых, установите себе разные программы. В телефон, в гаджеты свои для общения. И начните, то есть, сконтачить. То есть, понятно, YouTube могут заблокировать, YouTube могут выключить, YouTube могут обрезать. И чтобы не потеряться, нужно иметь несколько разных каналов для взаимоотношений. То есть, если мы завязаны только там программе ВКонтакте, и с ней что-то случается, мы теряем друг друга. Поэтому осваивайте другие программы, там, Телеграм, Вайбер, Ватсап. Вот хорошая Zoom, говорят, программа для таких виртуальных служений. Я еще не освоил, но уже установил, надо ее опробовать. То есть, осваивайте какие-то программы. Понятно, для людей, кто более такого уже, ну, вот, престарелого возраста тяжело это. Но попросите кого-то помочь, детей, знакомых, чтобы законтачить, чтобы были контакты помимо вот какого-то одного пункта. Там, вот, мы ВКонтакте или мы в Фейсбуке дружим. Потому что, если этот канал обрезается, у нас должны остаться другие взаимоскрепляющие связи. То есть, это вот как мышцы. Мышцы состоят из волокон. И эти волокна переплетаются друг с другом. То есть, мышца это не одно такое волокно. Потому что, если она порвется, мышца разлетится. Поэтому, если рвутся какие-то волокна в мышцах, другие ее держат. И тогда остальные потом срастаются и даже становятся сильнее. Поэтому развивайте отношения. Конечно. Безусловно. Ну, может быть, вам хочется общаться напрямую с Дмитрием Крюковским. Или с Деборой. Или еще с кем-то. Но не получится это делать у всех. Потому что, ну, любой служитель, он человек. У него есть домашние заботы. У него есть какое-то личное время с Богом. И если, там, несколько сотен человек в день напишут ему. И он будет всем отвечать. Он просто перегорит очень быстро. Но есть же массы, массы верующих Божьих детей. Помолитесь, чтобы Бог соединил вас с вашей группой. Есть чаты. Есть беседы. Куда можно влиться. Вот у нас есть чат Хаиль для воинов. Для людей, кто в духовной войне. Кто вот в этом вот, в понимании Господа Саваоха, в понимании Хаиль движется. Это чат ВКонтакте. Там больше ста человек. Мы общаемся. Мы можем какие-то нужды вынести. Какие-то вопросы обсудить. Какие-то вот непонятные вещи. Вместе с разных сторон посмотреть. Каждый скажет свое мнение. Когда кто-то куда-то движется на молитву, мы вместе в молитве поддерживаем его. Поэтому находите свое общение виртуальное. Вливайтесь туда и укрепляйте эти связи. И когда эта волна сойдет на мир, знаете, какое ободрение, когда вот тебе плохо, ты загибаешься, тебя придавило депрессуха, враг сумел как-то уязвить твою душу, но ты в общении. А там, где в общении, там свет Божий. И ты просто входишь в это общение. Вы пообщались 15 минут с кем-то. Может даже в текстовом режиме, в чате. А может просто вы почитали, что пишут люди, и ваша вера возросла. Свет прогнал тьму. И вы совершенно по-другому на все смотрите. И уже не собираетесь сдаваться и помирать, а хочется жить и побеждать. Поэтому вот это третий совет. Укрепляйте и стройте сильные виртуальные контакты. Взаимоотношения в духовном плане, но и в техническом также. Осваивайте новые программы. Завязывайте вот эти вот, ну вот как синапсы, вот эти контакты. Понятно, что не все хотят свой телефон давать, чтобы там в вайбере, в ватсапе законтачить. Но с кем-то обязательно это надо сделать. Чтобы если какой-то канал обрубается, у вас остались еще 2-3 вот этих соединения. А если больше, еще лучше. С близкими по духу вам людьми. И вы не потерялись. Ну, просто перешли на другую платформу для общения. Инстаграм тот же. Не игнорируйтесь. Сегодня через инстаграм идет очень много эфиров. Очень много посланий высвобождают служители. И вы можете просто легко подписаться на любого служителя. И когда он выходит в эфир, вам приходит уведомление. Вы можете включиться и присоединиться в молитву, в служение, в поклонение, в слово. Это здорово. То есть не относитесь к этому как к чему-то слабенькому. Сегодня это уже не шутка. Сегодня виртуальный мир это неотъемлемая часть жизни мира, общества. Сегодня через виртуальный мир творится история. Поэтому давайте не будем отдавать его сатане. А будем приносить туда свет. Поэтому говорю вам то, что когда-то получил я. Бонзай. Интернет. Бонзай. С Богом.